В первый день декабря владимирские биатлонисты отправятся в Саранск на первой сборной снегу. Уезжать приходится из-за того, что в нашем регионе тренироваться просто негде. Если лыжную подготовку еще можно подтянуть, то стрелковую нереально. Биатлонный центр, о котором мечтает не одно поколение спортсменов, продолжает оставаться только лишь проектом на бумаге. За землю под него сейчас борется в судах председатель областной федерации биатлона Сергей Демин. С ним пообщался наш корреспондент Влад Сорокин. История с биатлоном-центром в Масленках уходит в далекий 1988 год. Тогда в честь победы Алексея Прокуророва на Олимпийских играх решено было построить новое спортивное сооружение для лыжников и биатлонистов. На это даже заложили 4 миллиона. Но пришла перестройка, а с ней полная неразбериха. Земля в Масленках ушла в колхоз. А когда сюда приехали глава национального олимпийского комитета Леонид Тягачев и президент федерации биатлона Александр Тихонов и заявили, что будет строительство, оказалось, что участок уже в частной собственности. Изначально нам отведена была в 1991 году. И когда вот эти вот граждане проводили свое межевание своих участков, которые полностью наложились на наш участок, не был учтен выдел вот этого участка по строительству базы. Что это? Злой умысел или просто ошибка кадастровых инженеров? Вот сейчас суд и пытается в этом разобраться. Уже прошло три заседания арбитражного суда. Следующее состоится 13 декабря. И когда будет вынесено решение, неизвестно. Ушедшего времени не вернуть, а с ним и спортсменов, которые уехали из нашего региона. Мы потеряли уже достаточно много спортсменов и из лыжных гонок, и из биатлона. Вот сейчас у нас еще один человек уехал в Смоленск, Чулев Алексей. Вот. И слеповая история такая же. И Павел Ростовцев, возможно, по той же причине от нас уехал. Это тех спортсменов, которые уже на слуху. А сколько спортсменов, подающих надежды, закончили заниматься из-за того, что нет нормальных условий для занятий, это уже и не поддается счету. Сейчас биатлонисты тренируются в экстремальных условиях. Нет ни раздевалок, ни стрелковых установок. Спортсменам приходится стрелять буквально по бумажным мишеням. Появление же биатлонового комплекса решило бы многие проблемы. Ведь это не только для биатлона нужно. Это и лыжные гонки нуждаются в этой базе. И, может быть, даже не меньше, чем биатлон. Что касается других видов спорта, допустим, если кольцо будет асфальтированное, там и велосипед можно развивать прекрасно. Вот в Уфе там у Примера, там велосипедисты тренируются, конькобежцы там летом тренируются. То есть еще два-три вида мы можем закрыть этой базой. Во всем ЦФО сейчас нет хороших и удобных комплексов. Единственный работающий в Смоленске находится в 100 километрах от города. Каждый день на тренировке туда не наездишься. А наша Масленка и близко от дома, и рельеф позволяет сделать серьезную трассу, и удобно расположить стрельбище. Тогда из соседних областей сюда начнут приезжать спортсмены со своим финансированием. Продолжение следует...